Стать этим, знаешь, сумасшедшим, который такой, типа, так, надо это проверить, это. Ну, типа, да. Ну, пока все проверил, надо проверять по новому кругу. Да-да, это как с этим, с утюгом. Или с плитой. Да-да-да-да. Ладно, надо начинать. Вначале я всем рассказывал, как я узнал о человеке, я узнал, у меня в рекомендации выпало. Я смотрел много «Ирзон Файр», и потом мне выпало тебя, я такой, типа, ну, какое-то чудило длинноволосый, с каким-то мемами на канале, которые я не выкупал, потому что у меня есть какие-то мемы локальные, которые я смотрел, типа, ну, окей, ладно, окей, человек, ты меня уговорил, но мне было интересно. Я посмотрел, вот, а потом вот наше общество вы знакомы, которые смотрят у тебя и меня, отметил, я подумал, а что я тебя действительно реально не зову, потому что, ну, как это, надо же подсвечивать всех музыкальных блогеров, чтобы, типа, люди знали, что, типа, вот, есть люди, они все интересные. Поэтому давай начнем с тобой, и первый вопрос тебе, кто приходит, вот, знакомьтесь, кто ты такой. Меня зовут Алексей, ну, в медиа, раз уж мы здесь из-за видеоблога можно назвать, что меня зовут Миран, ну, это как ник. Я занимаюсь, хотя это, наверное, даже громко сказано, но я веду музыкальный блог «Metal Music Madness», где рассказываю про всякие андерграундные метал-коллективы. Со временем это все стало не очень, не всегда метал, но вроде как остается такое, более-менее в поле андерграундной музыки. Видеоблог и музыкант. Но локальных мемов у нас, да, это в основном сообщество построено на каких-то мемах, которые родились в нем и особо такие, ну, и там и распространяются. Достаточно сложно так войти и понять, что еще происходит, почему нам не весело, наверное, думают новые зрители. Как у тебя началась музыка? Так, ну, наверное, это такой вопрос-ответ. Можно разделить на две части. Наверное, как началась музыка как слушателя. Дефолтная история, когда ты там маленький ребенок, у родителей есть этот катушечный магнитофон здоровый, на котором там, я не знаю, там Абба, Биджиз, там, и еще что-то. Ну, какие-то такие старые ретро-исполнители. И когда ты мелкий, и тебе просто по фану от того, что там что-то крутится, и еще что-то играет, ну, и, естественно, запоминающиеся какие-то там, не знаю, мелодии, вот это вот все. Ну, просто прикольно слушать музыку. Как развлечение, что-то в этом духе, как телевизор. Только музыка. Сидишь, тихонечко слушаешь музло, перематываешь эти кассеты, и тебе как будто бы весело. Так она началась, как у слушателя, ну, и потом она проходила, там, как-то развивалась, менялась, пришла к тому, что есть сейчас. Ну, это супердолгая история, отвечая на вопрос, как началась. Вот, в детстве, не знаю, лет пять, не знаю, четыре, точно не помню. Ну, а как именно в плане играть музыку? А это музыкальная школа в классе во втором, наверное, началась у меня. Ты начинаешь знакомиться с какими-то музыкальными инструментами, учишься очень долго чему-то, не понимая особо, зачем тебе вообще эта музыкальная школа нужна, почему все идут играть в футбол, а ты вынужден херачить на другой конец города, и там сольфеджио, хор, там, вот это вот все. Но как-то со временем прошло, там, лет, я не знаю, там, семь, начало как-то нравиться, и там в старших классах школы кто-то, ну, помню, какой-то чувак из старших классов предложил, ну, он видел, что я играю на гитаре, он такой, давай-ка группу сделаю. Ну, и началось что-то, что можно назвать группой, хотя это был просто мрак, ну, очень веселый мрак, мне это нравилось, да. Ну, как-то так началось очень маленькими шажочками уже какая-то такая именно исполнительская деятельность. Ну, про первую, так как ты на гитаре любишь поигрывать, у меня всем гитаристам вопрос Джека Уайта. Да. Я просто очень его люблю, этот вопрос. Я понимаю. Поэтому он в интервью одном сказал, что первая гитара у гитариста должна быть плохой и вообще нерабочей, чтобы вот в борьбе с ней он преодолевал себя и научился брать из нее музыку. Тогда, когда он вырастет как музыкант и как исполнитель, то на любом инструменте он сможет это сделать. Согласен ли ты с этим высказыванием? Сложноватый вопрос, на самом деле, как будто бы может быть частично согласен, частично не согласен. У меня как раз была такая первая гитара, где вот такое расстояние от грифа, типа, до струн, чтобы зажимать барретто, должен вот так вот локтем это делать, типа, чтобы как-то вообще справиться, типа, ты реально воюешь с этой гитарой. Как-то, да, я там воевал и довоевался. Немножечко, до того момента, естественно, когда появилась более-менее нормальная гитара, не там отечественного производства, я такой, типа, вау, я не напрягаюсь, зажимаю ноты, ни хрена себе. Да, это было, конечно, потрясающее ощущение, но, с другой стороны, я не очень... Я могу представить ситуацию, когда ты, там, ребенок, ты начинаешь... Ну, тебя каким-то образом определяют родители, или ты определяешься как сам, какую-то музыкальную школу, и если ты вынужден, там, пару лет играть на, ну, действительно, плохом, типа, инструменте, очень сложном, неподатливом, то, возможно, у тебя может пропасть это желание. Это не всегда будет говорить о тебе, что ты, там, плохой музыкант, просто у тебя именно вот... Вот этого желания преодолеть эту гитару, возможно, у тебя его, как бы, не достает. Но если бы, там, у тебя был хороший инструмент, может быть, из тебя бы музыка полилась, ты бы не обращал внимания на то, что тебе нужно накачать бицухи на пальцах, типа, и ты бы все свои силы, все свое время и, там, креативность направлял именно, там, на создание музыки, на оттачивание каких-то навыков. Поэтому с мистером Вайтом, я, не знаю, вот так, 50 на 50. Это интересная тема, для кого-то это сработает, и, действительно, после гитары, которую тебе надо преодолевать, очень здорово и круто играть на нормальном инструменте. Но, ну да, вот то, о чем я сказал, кого-то это может оттолкнуть от занятия музыки в целом. Ну, это вот вопрос. Музыка, вот ты, как вот музыкант, ты, пройдя вот этот путь, как ты считаешь, вот можно ли ради... Просто у меня тут недавно был музыкант, который сказал, что ради музыки, с какими-то неудобствами, которые тебе в жизни они доставляют, то, что ты занимаешь любимым делом, это, в принципе, можно потерпеть. То есть, типа, таскать железо, ну, барабанщиком будучи, херня там, типа, таскать гитару, тоже херня. То есть, вот такие трудности. Для тебя как вот это все? Ну, сейчас уже, естественно, сейчас я... Ну, сейчас я больше барабанщик, чем гитарист, и, да, вот эта вот история, что таскать железо, ну, весь свой стаф, это очень весело как бы. Это сложно, да, но... Да, ты как бы миришься с этим, и ради хорошего тура, ради хорошего концерта, тебе, естественно, окей, я потаскаю, типа, у тебя там пальцы в мозоли, хрен как бы с ними, типа, я дотащу, и ты на это реально не обращаешь внимания, типа, это просто какая-то... Ну, да, надо. Ты берешь, ты там сначала едешь там на какую-нибудь на реп-базу, где у тебя все хранится, потом едешь на концерт, и отыгрываешь концерт, и едешь на реп-базу, отвозишь, возвращаешься домой, там, или собираешь весь свет после концерта, загружаешь там в бус, это все дело. Это просто у тебя как, типа, как необходимость, не знаю, проснуться, там, выпить кофейку, или еще чего-то. Да, на это ты внимания не обращаешь. Не знаю, то есть в самом начале, когда ты занимаешься музыкой, у тебя немножко по-другому. Ты, возможно, даже еще больше не обращаешь внимания на какие-то нюансы, потому что ты, в принципе, не очень понимаешь, что происходит. Ты такой, я играю в группе, типа, мы репетируем в гараже, где минус 200 градусов, типа, вообще охереть, как бы, и ты мерзнешь, как бы, ты тащишь это оборудование, в гараже еще, ну, в то время, знаешь, ничего нет, ты пидоришь, там, басовый комбик, какого-нибудь, помогаешь, там, басисту, или свой гитарный комбик, потому что это же просто гараж отца, там, что-нибудь такое. Ты не обращаешь на такие внимания, просто потому что ты не очень понимаешь, что происходит, ты в эйфории, типа, движ. Очень круто. Не знаю, мне кажется, есть какая-то средняя такая, такой промежуточный момент, когда ты уходишь от этой первоначальной эйфории, и еще у тебя в голове не сформировано понимание, ради чего ты это делаешь, что тебя вообще ждет, что может прийти к тебе с этим занятием музыкой, и в этот момент, он, возможно, у кого-то бывает, я не знаю, может быть, у меня когда-то был, сейчас уже не вспомню. Но мне кажется, все равно есть переходный момент от первоначальной эйфории до полного осознания своего дела, когда ты уже такой, типа, черт, ну, реально лень куда-то, типа, ехать, типа, таскать это дерьмище, типа, все. В этот момент, тут ты уже какой-то небольшой такой промежуток времени, когда ты начинаешь обращать внимание на кучу этих всех трудностей. Не знаю, ну, сейчас я уже как-то пришел к тому, что, ну, да, я просто понимаю, зачем я это делаю, мне весело этим заниматься, поэтому, окей, я потаскаю железо до вокзала, от вокзала, типа, и вот эта вся история. А то есть ты не добрался до техников, которые за тебя... Это что, господи, какие техники, нет, нет, ты что, не знаешь, кого ты пригласил? Ха-ха! Нет, нам до техников все очень-очень долго. Ну, локальные группы, почему, что в этом сложно? Ты имеешь в виду, чтобы как кого-то там из друзей, знакомых, типа, подряжать? Ну, почему нет? Есть истории, когда, ну да, там есть какие-то друзья, товарищи, коллеги, которые предлагают свою помощь, там, когда-то после концерта, там, тоже недавно мой там коллега такой, погнали, я помогу тебе отвезти весь стафон. Мы просто на двоих это все отвезли. Да, это классно. Помогают как бы какие-то люди, то есть есть друзья, которые, ну, которым тоже интересно как-то всем подзаниматься, они помогают, всем большое спасибо. Но нет, в целом все равно как-то, ну, если нет постоянных как-то техников или там, относительно постоянных техников там на тур, то ты должен, наверное, ну, ты небольшая локальная группа, ты должен быть сам в себе, ну, самодостаточным, скажем так, когда у тебя нет, ну, туровых там или жестких концертных графиков, и когда ты, ну, вообще, господи, занимаешься такой движухой, типа, вот как мы, типа, ну, локальные концерты, ты едешь в клуб, типа, раз в месяц, типа, играешь весело, круто, отрабатываешь программу, типа, там просто ты должен быть готов, чтобы, вот, были способны все сами, естественно, сделать, как бы, когда кто-то помогает, это здорово, важно уметь и быть готовым к тому, чтобы ты сам это все, типа, разрулил, смог разрулить. А первая группа, вот твоя, которую ты вот собрал, вот эту гаражную группу, это так, как, что вы играли? Мы играли кавера на группу Ари, и это, не знаю, знаешь, такое достаточно приятное воспоминание из детства, когда, вот, я был, ну, я учился в классе в восьмом, наверное, да, ну, в седьмом или в восьмом, я не помню, я даже была электрогитара или нет, и вот чувак, который позвал меня в группу, он был на пару лет старше, и мы знали, что у него там точно есть электрогитара, это считай, тогда это означало, что он умеет играть, он даже, не то, чтобы в группу меня позвал, это выглядело очень странно, типа, на перемене в школе подходит, максимально странная история, он такой, хочешь поиграть в рок-группе? Да. Такой, выучи эти песни, дают маленькую бумажку, где написаны, типа, песни группы Ария, там, пять штук каких-то, и я такой, с этой бумажкой, до конца, типа, уроков в этот день, ни хера себе, вот это да, но я уже на тот момент как-то разучивал эти песенки, сидел там, что-то поигрывал, я уже часть знаю, часть выучу, ну да, и, собственно, вот эта первая группа, мы какое-то время играли кавера на Арию, на какие-то еще типа группы, я, кстати, даже не очень помню, не, мы что-то писали, ну хотя как, мы какое-то время не писали, а потом писать начал я, потому что чуваки что-то особо не шевелились, я такой, а мне еще и писать хочется, и в итоге потихоньку начал замещать кавера на Арию какими-то своими, такими, начинающими рок-песенками. А кто тут из Арии, кто у тебя, там, там, Терентьев, да? Я только Халстай Маврина помню, если честно, прошу, ну да. Проченье, в обиду кого забыл, ну что, да, Халстай Маврина, Терентьев, Попов. Кто вот из гитаристов тебе вот ближе? Мне, не знаю, мне, наверное, так получилось, ну то есть, на тот момент я особо не обращал внимания, кто там, кто, что происходит вообще. Со временем мне стал интересен, ну, по-моему, это был Попов, потому что он еще играл в мастере, а когда у меня появилась кассета мастера, вот там меня уже снесло к крышу. Вот это металл, Ария, до свидания, мастер, трэш-металл, ну что-то такое, как бы, я такой, воу, вот, и там еще, типа, Попов, там, Грановский, там, они играли какие-то песни, которые я считал, что написала, типа, Ария, это гораздо лучше, то есть, ну, какой-то определенной любви к определенным музыкантам из Арии не было, ну, вот как-то так, в памяти, вот, там, Попов, вот, хотя он там не то, чтобы, я могу ошибаться, но, по-моему, не так долго был, по крайней мере, все время, когда я слушал Арию, его там не было. Как тебе, кстати, вот, если вот брать дубину и Грановского, или там, может быть, тебе вообще из Шаха нравится Крупнов, Толян, там, может, по такому басисту угораешь. Да, ну, Крупнов я сильно обожаю, и, по-моему, я вот не помню, что у меня было, первое, Мастер или Черный Обелиск, и что Мастер, что Черный Обелиск, даже если они были в разное время, это был момент, когда мне приносят кассету, я включаю мое, типа, и Черный Обелиск я заслушивал очень сильно много, очень нравится мне Крупнов, да, это было круто, и из Мастера Грановский, это тоже прям вышаг, и вообще, очень, ну, мастер по музыке, исполнительскому мастерству мне нравится, Ария для меня, ну, хорошая группа, я слушал ее очень много раз, очень много времени, там, все детство, как бы, но они для меня, вот, типа, группа, и группа, такое явление, типа, Ария, вот, а вот с Черным Обелиском с Мастером уже пошло такое, что я такой, так, а кто эти люди, типа, а где они играли, где они сейчас, типа, почему они так играют, почему они записали эти альбомы, почему у них такие гармонии, то есть, там у меня началось именно, вот, такой живой интерес к музыкантам, к их деятельности, к тому, что он делает, ну, в то время, как Ария была просто, типа, круто. В свое время существовал уже этот, так называемое соревнование, ну, или, как это, клуб любителей, и вот, и у меня, например, в школе, целый класс ходил, и все топили за крупного, при том, что, да, я такой, типа, блин, мне Грановский нравится, ну, офигеть, блин, я такой, блин, вот говно какое, я все время обламывался, типа, блин. У меня два человека в школе было, которые слышали, вообще, Грановск, ну, мастер, типа, и черный обелиск, ты я вот, и товарищ, который мне их показал, а у тебя какая-то трэш метал школа, что, где ты учился вообще? Ну, в обычной чертановской школе. У меня там просто, знаешь, как все сошли с ума, ну, в один год, причем, знаешь, как произошло, сошли с ума по металлике, мастеру, черному обелиску, мы как будто, знаешь, вот в 96-м году как будто их открыли для себя, то есть, типа, пофиг, что они там существовали давно, просто в один год открыли, такие, типа, офигеть, и такие, типа, нифига, как может быть, как вот музыка, может быть, вот, и мы вот спорили, знаешь, эти споры были, кто вот лучше играет. Блин, это офигенно, мне было бы, наверное, интересно, потому что, ну, у меня, я помню очень хорошо, споры в школе Киш или Ария, вот, типа, это прям два лагеря, это как сначала были, типа, рэперы и рокеры, потом рокеры стали, типа, Киш и Ария, типа, буквально такие, типа, нет мое, нет мое, я обе эти группы любил, ну, типа, окей, как бы, но я помню это сильно противостояние, прям, компаниями собирались отдельно. Первая вот твоя, ну, после вот такой школьной первой протогруппы, когда вот первая серьезная твоя группа, это какая была? Да, сложно сказать, знаешь, сейчас, когда вспоминаешь все вот это, вот, прошлое, ну, как-то все как будто кажется несерьезным, ну, просто потому, что оно такое шло, типа, да хрен пойми, как мы что-то, типа, делаем, к чему-то это приведет, вообще мы ничего не понимаем, типа, просто делаем какой-то движ у себя. Ну, наверное, такой коллектив, который, так, постепенно вышел с первого коллектива, у меня такая была группа, Трайн Аспект она называлась, она выпустила Миньон, по-моему, и, ну, наверное, ее можно было такой назвать серьезным, потому что к моменту, когда мы начали писать альбом, я уже такой, так, ну, мы наняли Андрея Ищенко, чтобы он барабаны записал, арт скилл, вы рисовали нам обложку, я их узнал, собственно, они там для арды рисовали, ну, для таких, даже московских команд, то есть я уже какой-то такой, так, нам нужна обложка, нам нужны барабаны, нам нужно там на студию записаться, у нас есть обложка, у нас есть барабаны записанные мистером Ищенко, и все, и это все очень быстро как-то, ну, сошло на нет, то есть, вроде серьезно как-то пошло, но не дошло до релиза, а потом уже пошли группы, в которыми я начал присоединяться, то есть свой коллектив у меня, да, с того времени у меня прям полностью своей группы и не было, то есть тогда я как-то хотел именно сам, прям все там контролировать, не знаю, все вообще, весь движ наводить, а потом начал просто кому-то присоединяться, и там в рамках коллектива работать, там уже какие-то такие, можно сказать, серьезные коллективы пошли, серьезные, извините, все гости этого канала, которые действительно играют в серьезную группу, все, все группы серьезные, ты что, все, что, рубль принес, серьезные группы, у меня такой ценз, играешь бесплатно, ты не серьезный, он все сказал, потому что мы играем бесплатно. Да, вы бесплатно играете? Ну, знаешь, ну, потом группа Санвальтеров, в которой я долго очень играл, мы, ну, в принципе, мы играли бесплатно, то есть мы в Москве играем бесплатно, мы когда ездили в Европу в тур, там мы играли за деньги просто, потому что там такие порядки, как бы, это не то, что большие деньги, мы все равно как бы уходили в минус, то есть по затратам на тур, типа, нам, ну, какую-то еду там отбивали эти деньги за, которые нам платили за концерты, но все равно, то есть для меня это серьезно было, потому что это, все равно там есть какая-то стратегия, то есть ты идешь к тому, чтобы, ну, просто наращиваешь обороты, потом ты уже и здесь можешь там играть, за денежку, что-нибудь такое. В принципе, и сейчас группа там, в которую я играю, мы тоже играем бесплатно, ну, потому что мы недавно как бы на живой состав, мы локальная группа, которая вот играет по местным клубам, пока набирается там условный, ну, опыт, и пока мы отрабатываем, ну, начало вот своей какой-то такой стратегии. Вот этот вопрос Дима Спилина, который, типа, меня уже всех достал, а я все равно его спрашиваю, это вопрос про запись, про первую запись, когда, ну, я тебе расскажу, может быть, слышал это уже много раз, эту историю, но если я смотрел интервью, то все равно спрашиваю, они взяли бас-гитариста нового и пошли на запись, на студию, как модные, классные чуваки решили писаться под метроном, вот, и в середине записи, басист останавливает запись, говорит, стоп, стоп, метроном врет, все-таки вопрос, врет ли метроном? Да так-то нет, конечно, но тоже, знаешь, я со временем как-то понял, что с ним надо тоже научиться работать, конечно, когда мы играем металл, ну, в основном, я как-то всю жизнь, большую часть музыки, которая играла, ну, тяжелая музыка, там, металл какой-нибудь, дед металл, там, вот это вот все, там, в принципе, все достаточно легко, у тебя есть сетка, у тебя есть темпа трек, ты в него должен играть, как бы, ну, учитывая, что я еще, ну, большую часть времени, там, записи, в принципе, уже музыкантской жизни, я именно барабанщик, как бы, то у меня, в принципе, задача темпа трек, ты играешь, типа, вот, надо вот сюда ровно вообще, никуда там не дышать, но со временем я как-то уже, когда начал разбирать какие-то песни, когда играть на барабанах, не знаю, я, например, тут недавно, ну, какое-то время назад, год, по-моему, назад я играл, решил сделать кавер на группу Дредж, это такой, ну, не знаю, альтернативный рок, сложно как-то мне жанр сказать, но, в общем, не металл, и я записал барабаны, записал под клик, просто не под трек, как бы, я темп знаю песни, померил, как бы, вот, записал под клик партию, принес домой, что-то, думаю, надо как-то поровнять, ну, трекинг барабанов, обычно, в принципе, больше в сетку подвинул, и включаю трек, и понимаю, что я расхожусь с треком, и я потом понял, ну, например, там, вот песня, которую я каверил, там припев, он четко в метрановом барабанщике играет удар в удар, а куплет, он, оказывается, играет с оттяжечкой, это, вау, как бы, ну, то есть метр не меняется, но ты должен как-то с ним найти контакт, то есть, здесь ты играешь ровно с ним, здесь ты немножко оттягиваешь, и это, ну, это по требованию музыки, если я начну играть с оттяжечкой, там, металл, бласбит, карданево, мне скажут, нет, в лучшем случае, слово нет, мне скажут, ну, то есть, там это просто не подходит, ну, по музыке, как бы, но есть, ну, жанры, где нужно как-то чуть-чуть по-другому работать с метрономом, возможно, история у тараканов была, конечно же, в другом, это я куда-то ушел, какие-то рассуждения, мне кажется, есть такие люди, которые говорят, что метроном врет, или там, что метроном, ну, это мем музыкантский, что метроном меня сбивает, как бы, фраза от барабанщика, ну, как бы, окей, в принципе, даже есть такие, как бы, ну, люди, есть такие музыканты, даже коллеги, которые просто, ну, под метроном не играют, у кого-то это может хорошо получаться, зависит от музыки, а кто-то просто, ну, типа, не может еще одну задачу в мозг вонзить себе в процессе игры, потому что, ну, ты же играешь, без метра как будто бы удобно играть, ты сам, вообще правишь балом, сам себе король, когда метр, ты еще должен на него ориентироваться, это чуть-чуть как будто бы сложнее, поэтому, конечно, многие музыканты такие, врет он. А как вот появились в твоей жизни, ты решил, типа, ну, вот я с гитарой перееду на инструмент, и буду, я всех барабанщиков так спрашиваю, потому что мне, сама аллюзия понравилась, но это не так, конечно же, типа, ты будешь пялись на жопы мужские. Да, я тогда об этом не думал. Ну, на самом деле, вот та группа, где Ищенко записывал барабаны, вот эта вот вся история, в принципе, почему Ищенко записывал барабаны, потому что у нас не было барабанщика, а у меня такая как бы история, я, ну, всегда любил писать музыку, и люблю писать музыку, а еще в то время, ну, это что-то там в районе двадцати, там, двадцати, там, не знаю, двух лет, это такой весьма, какой-то, не знаю, ну, можно назвать максимализмом, может быть, не знаю, правильный ли этот термин именно здесь, когда я вот написал трек, а я пишу всегда, ну, все партии, бас, гитары, там, типа, вокал, ну, в демках, типа, барабаны, ну, еще музыка такая, типа, какой-нибудь прогрессивный, там, мелодик дэт метал, там, со сменной размеров, с какими-нибудь там фишечками, и я всегда, ну, типа, требования к музыкантам выдвигал, типа, ты должен играть в семь восьмых, вот это вот там с бласбитами, с синкопами, типа, ты что, не можешь это играть? А я, как бы, никто, ну, то есть, как бы, ну, начинающий музыкант, никто меня не знает, я где-то там, типа, сижу в Подмосковье, типа, нигде, ну, особо там, мало там концертов играл, каких-то знакомств нет, искал, знаешь, там, музыкантов по music forums каких-то, либо приходит человек, который такой, ну, типа, панк играть прямые, там, какие-то моменты, я говорю, а как же там, кардан в 200 BPM 16, и он такой, типа, до свидания, я такой, прощайте, либо какой-нибудь, ну, взрослый музыкант приходит, ну, знаешь, там, уровни там, как, Ищенко, что-нибудь такое, ему, естественно, нахрен не надо играть в какой-нибудь начинающей, типа, группе, которая только пишет свой первый альбом, и я, как-то, такой подумал, типа, ну, я так долго буду искать, и такой думаю, ну, в принципе, я примерно понимаю, как бы, чтобы научиться писать партии, я какое-то время потратил на то, чтобы понимать вообще, как работают барабаны, чтобы я писал, ну, играбельные партии, там, не в 200 рук, типа, чтобы я представлял, как это играется, вот, и, ну, пока я этому учился, я, естественно, как-то в голове сложил картину, что примерно должно происходить с барабанщиком, когда он играет, там, металл, и, собственно, решил такой, типа, ну, все равно, альбом пока не выпущен, музыкантов, там, не полный состав, такой, ну, я, наверное, поучусь пару лет, там, сколько-то времени, потом мы, там, завершим альбом, и все такое, учиться на барабанах такой музыки, это не пару лет, ну, или в моем графике, скажем так, было не пару лет, это затянулось, и пока я там учился, как-то, ну, музыканты разбежались, там, интересы поменялись, а я продолжил такой, ну, раз уж я начал, типа, я, наверное, на барабанах там весело, как бы, отведенном тебе месте, да, ты смотришь на жопы, но, как бы, к тебе никто не подойдет, на тебя там никто пиво не прольет, ну, почти, как бы, условно говоря, это там гитаристы страдают от людей, которые, типа, там, за ноги их трогают, или, там, стаканами, или, там, начинают крутить ручки в педалбордах, ну, знаешь, когда какие-нибудь сильно угашенные люди на концертах, как бы, ко мне не лезут, а пусть и сначала пройдут ряд гитаристов, типа, и мне нравится этот не такой уют, скажем так, поэтому я такой, ну, я продолжу заниматься барабаном, и вот, собственно, и продолжу. Ну, вопрос, который я задаю всем барабанщикам, это, я так понял, это на уровне религии вопрос, такой, знаешь, как вот, одна педаль или кардан? Всю жизнь думал, естественно, что кардан, ну, потому что, металл же, круто, потом поиграл, ну, хип-хоп, смотрите, и такой, типа, ну, сначала с карданом, ну, и в целом, большую часть времени, там, в принципе, кардан с собой ввожу, там, какие-то фишечки, все равно прикольно делать на кардане, даже, там, в хип-хопе, но в целом, когда у нас какие-то были концерты, супер большие какие-то ивенты, где, там, выходишь, там, там, три песни, и прям, все очень быстро меняется, я такой, типа, мне там, ride crash head, одна педаль, все, типа, вот, базовый какой-то набор, я на него выходил, и мне было супер комфортно, это понравилось, после этого я такой, типа, одиночные педали, естественно, тоже клево, но я играю с карданом, как-то хочется, даже в легкой музыке, немножко устроить, какого-нибудь, а как в кино, в кино, на педах играть, стоя, стоя, о, слушай, назовем это так, один исполнитель, который я очень тоже люблю, и уважаю, когда я к нему пришел, ну, наверное, не буду называть, ну, да, не буду называть, ну, в общем, просто история, что я вот пришел барабанщиком к исполнителю, и он говорит, типа, слушай, надо, чтобы ты играл вот как барабанщик Цоя, я такой, так, во-первых, я нахер в душе не ебу, кто там барабанщик у Цоя, извините меня, типа, что вообще у них на лайвах происходило, как бы, я такой, я посмотрю, ну, я ему сначала написал, типа, ну, сейчас я, мы разрулим, как бы, все будет окей, как бы, сейчас я посмотрю, буду играть как барабанщик Цоя, я потом смотрю на это, я ему напишу, я не буду играть как барабанщик Цоя, ты, типа, ты требуешь невозможного, играть стоя, а зачем я на барабанах стал играть, ты сидишь, вот, ну, в общем, я, конечно, посмотрел, такой, не, чувак, типа, ну, этот исполнитель, потом мы с ним играли, и он со всеми другими барабанщиками играет, естественно, с нормальными барабанщиками, все сидят, но это просто у человека, ну, было представление такое, что, типа, вот, Цоя, такая музыка, там еще что-то, но просто сам факт того, что такое предложение поступило, я в тот момент такой, вау, вверх я узнал, что происходит, происходило у Цоя, да, во-вторых, мне пришлось в этот момент достаточно крупному артисту сказать, нет, я так делать не буду. Да, машина тоже нормально подменяет. Когда вот начинал вот эти свои композиторские амбиции восполнять, ты писал, ну, в Guitar Pro? Да, я обожаю Guitar Pro, я прям дикий фанат, на самом деле, не, я обожаю эту программу, я помню, типа, даже такой момент был, я, ну, скачал впервые эту программу, был потрясающий форум, сайт и форум AMDM, очень крутой, сейчас это уже просто сайт, сборник песен, но тогда там был форум комьюнити, где люди там писали музыку вместе, общались, потрясающее место было, очень много времени там проводил, ну, вот, в общем, с этого сайта я узнал, что есть такая программа, я тогда на тот момент даже музыку еще не писал, ну, типа, может, подбирал там что-то, и такой, думаю, типа, можно какие-то ноты свои записать, чтобы они там не потерялись, как бы, не на бумажке, там, вот эта вот вся история, я скачал эту программу, и я увидел, что там есть, я такой, миди, я ни хера не понимаю, что такое миди, но барабаны звучат, бас звучит, я такой, вау, мне звонят друзья, ну, это была какая-то, средняя школа какая-то, типа, они такие, ну, условно говоря, гулять, я помню, я не пойду гулять, я буду писать музыку, я такой, забавно это сейчас вспоминать, конечно, вот, но тогда я просто охренел, ну, ты можешь записать партии, как бы, и барабаны, и бас, и гитары, и все это вместе проигрывается, что-то там экспериментировать, очень много какого-то композиторского скилла у меня, скилла, оно ко мне пришло, благодаря этой программе, потому что я очень много подбирал треков, я прям очень сильно заморачивался, подбирал, ну, любимые песни, и очень старался прям четко-четко подобрать, ну, в основном металл какой-нибудь, дэт метал, там, мелодик, дэт метал, пауэр метал, какие-то такой, ну, с соликами, что-то быстрое, сложное, потихоньку, когда ты подбирал, когда я подбирал, я уже так понимал какие-то фишечки отдельных гитаристов, как они пишут музыку, почему они такие ходы используют, и, условно говоря, ты там подобрал, не знаю, пять песен одного исполнителя, с шестым тебе гораздо проще, ты уже начинаешь понимать, что сейчас будет, ты уже слышишь, и такой, ага, примерно, основываясь на опыте, которую ты уже записывал в ноты до этого, наверное, это вот такой интервал, наверное, он сюда, здесь уйдет вот в такой, наверное, здесь он играет таким приемом, и да, я гитар-про прям, очень много времени проводил, и все песни сейчас, ну, за редким-редким исключением, я даже если пишу дэнки в секвенсор, я стараюсь сразу, как-то записывать в ГТП, ну, чтобы не потерялось, так достаточно легко музыкантам показывать, как бы, что от них требуется, вот поэтому, да, гитар-про, one love. Но наши все всегда ровные. Тут интересно, она всегда ровная, и, возможно, поэтому мне было сложновато-то искать музыкантов, потому что я такой, а что ты играешь не как миди, а я слышал, что можно мою песню сыграть, похер, что это делает программа, как бы, скорее это повлияло в таком моменте, что я, ну, допустим, сидел, писал какой-то третчик там на гитаре, такой, о, есть прикольный риф, сразу записал в ГТП, и у меня, в принципе, уже в голове без гитары есть представление, что там будет дальше в этом рифе, я начинаю его хреначить прямо в ГТП записывать без инструмента. И иногда уходил в такие дебри, что когда пришло время записывать или разбирать этот трек, я понимал, что это невывозибель, да, типа такой, ну, прям какие-то очень сложные структуры приходилось потом либо менять, либо, ну, как-то упрощать, либо вообще это не играть, потому что, ну, просто нереально какую-то хрень написал. Сейчас я, естественно, так стараюсь не делать, ну, со временем как-то пришел опыт, и, ну, стараюсь все моменты прописывать сразу, ну, если это касается гитары-баса, прописывать в секвенсор, как-то так, во-первых, такой факт-чекинг своих партий устраивать, ну, и плюс для меня это абсолютно разная такая, разная музыка пишется, как один из гостей твоего блога Леха Никонов говорил, что ты будешь писать совершенно разные стихи, там, пером или там ручкой, ну, для меня небольшая такая, типа, небольшой перенос, для меня я по-разному пишу, если я пишу, сразу записывая в ГТП, там, с инструментом, или если я пишу в секвенсор, я просто, другие вещи, типа, из меня выходят, потому что, ну, например, вот эти вот четко отстроенные инструменты, медишные в Гитар-Про, какие-нибудь диссонансы, они звучат очень так, ну, по ушам ездят, а в секвенсор пишешь, и когда небольшой такой, там, ну, условно говоря, там, малая секунда в Гитар-Про звучит прям, мрак, а когда ты добавляешь малую секунду какому-нибудь аккорду большому, типа, записывая в секвенсор, оно как-то, ну, упрощая, назовем так, размазывается, не так сильно ездит по ушам, и дает какой-то, наоборот, очень прикольный окрас, может дать, поэтому, что я не позволяю, там, когда я пишу Музлов ГТП, я позволяю себе, когда я пишу в секвенсор. Когда ты вот начал заниматься на барабанах, у тебя же, ну, как в Гитаре же были ориентиры? У меня, на самом деле, слушай, я, я что в гитаре, ну, когда уже осмысленный возраст, да, вначале я там ориентировался, там, на арию, там, ну, на что угодно, что было просто под рукой, потому что интернета не было. Когда я начал уже осмысленно играть на гитаре и на барабанах, у меня, в принципе, ориентир был один и тот же, моя любимая группа всех времен и народов, группа Кьюос, андерграунд, достаточно андерграунд, ну, финский мелодик, дед, там, слэш пауэр метал, просто очень крутой гитарист там, ну, все музыканты очень крутые, но так как мне очень нравилась сама музыка, все, что есть вот в музыкальном плане в этой группе, и я тоже там подбирал эти партии, мне очень нравился стиль, как они работают, то есть это очень близкая мне музыка, и все инструменты там работают как-то интересно для меня, поэтому я старался как-то, ну, в первую очередь я всегда смотрел, типа, а как это звучит у них, как играется там двойная бочка, как играется там какие-то рисуночки там на тарелках, ну, в общем, все нюансы я пытался как бы у них подсмотреть, при том, что там не то чтобы, знаешь, какие-то, какой-то там, ну, сверх барабанщик, просто хороший барабанщик, но когда это все с музыкой так согласуется, мне это было приятно и интересно как-то забирать в свою деятельность, в плане, если мы говорим про каких-то громких артистов, Майк Портной, наверное, ну, потому что когда я услышал Dream Theater, я тоже такой, типа, вау, а так бывает, вот, ну, естественно, начал уже смотреть, ну, уже немножко другой уровень, просто, когда ты смотришь как на какого-то, ну, турбо-селебрити, там, спортсмена такого, сейчас-то спортсменов еще больше, типа, очень много музыкантов, на которых ты можешь посмотреть, но тогда, наверное, я так вспомню в самом начале, ну, там, Майк Портной. Просто у меня куча знакомых анихиляторов, там, все-таки, типа, ух, именно анихилятор прошел прям вообще мимо меня, ну, чуть, знаешь, уже, типа, лет пять назад, я, ну, осмысленно впервые послушал анихилятор, типа, окей, но, как бы, возможно, из-за того, что в тот момент они мне не залетели, и сейчас они так ровненько прошли. Ну, давай начнем теперь к твоему маленькому детищу, из которого я тебя позвал. Как в твоем, вот, музыкальном мире такое, типа, попробуй-ка я стать видеоблогером. Так, ну, это произошло, ну, 10 с лишним лет назад, получается, и тогда просто мне, ну, это было, как мне кажется, зарождение такое видеоблогинга в России, это стало очень интересным, то есть, условно говоря, типа, 11, получается, лет назад, я там посмотрел Макс-100500 Мэдисона, мистера Зулина, как бы, ну, то есть, игровые блогеры, но, тем не менее, это просто как явление, то есть, это с музыкой вроде было не связано, я такой, вау, типа, голова говорит, и что-то тебе весело и интересно от этого. Ну, и в тот момент, в общем, да, там, Зулин, Мэдисон, здесь хорошо, по-моему, уже были на тот момент, точно не помню, по-моему, да, были, и Макс-100500, ну, это просто очень классное, какое-то такое новое, ну, для меня это было абсолютно новое, то есть, я до русского видеоблогинга не смотрел зарубежный видеоблогинг, то есть, он, наверное, был там на тот момент, но я как-то именно с русского залетел в этот формат сидения перед экраном и просмотра людей, а не музыкантов, которые сейчас играют, просто мне показалось это чем-то очень, ну, каким-то таким веселым, а я какой-то такой человек, что мне, ну, просто нравится говорить за мазло, это мое самое большое такое увлечение в жизни, музыка, и до видеоблогинга, чем мы занимались там с друзьями, когда встречались, ну, обсуждали какие-нибудь группы или еще что-нибудь, в принципе, основная тема, единственная, зачастую, я просто подумал, типа, может быть, почему бы нет, к тому же, ну, вот у меня был такой момент, что, ну, группа Qs, про которую я сейчас сказал, я на тот момент ее очень суперсильно любил, но она нахрен никому не была известна, и сейчас очень мало, ну, считай, известна, и я подумал, блин, а может быть рассказывать вот в таком формате про какие-нибудь неизвестные, типа, группы, которых почему-то, каким-то образом, были в небольшом количестве, ну, как Yios, или еще какие-то команды, которые вот были у меня в пуле, ну, я решил просто попробовать, я, по-моему, да, я сразу купил себе какую-то простенькую камеру, и решил попробовать, что-то поставил, все коробки, которые были у меня дома, в центр комнаты, типа, камеру на них, типа, все шаталось так, типа, попробовал записать, а, когда сидел на работе, еще такой, мне нужен сценарий, написал листочек А4, такой сценарий, как бы, и потом попробовал, какой-то фрагмент записал, не весь выпуск, сказал вот такую частичку, типа, поллиста, по строчке, еле-еле пытаясь запомнить одну фразу длиной в строчку, дефолтного такого текста, что-то записал, посмотрел, такой, ну, конечно, дерьмище, но вроде весело, ну, типа, это, хоть и хреново, но похоже на видеоблог, и я такой, ну, если ты позанимаешься этим, то что-нибудь получится, и я, собственно, вот начал, вот как-то, как-то оно и пошло, вот, а первые комментарии, ну, как это, ты же вот выкладываешь ролики, такой, типа, ух, а тут первый комментарий начинает прилетать. Я не очень помню, мне почему-то сейчас, конечно, кажется, что это было все очень как-то хорошо встречено, ну, относительно. Естественно, были, помню, комментарии, тем не менее, типа, почему у девки такой голос, типа, стрёмный? Ну, я так говорю, ну, окей, как бы, все в порядке, ну, я не помню, на тот момент были какие-то, там, ну, мистер Зулин был, у него тоже длинные волосы, не знаю, почему к нему нет претензий, но возможно, потому что есть борода, а у меня нет, и всех это вводило смущение, ну, то есть, не то, чтобы какие-то негативные, прям, ну, типа, вот такие комментарии там были, окей, но в целом, помню, все достаточно было приятно, встречено, и как-то, ну, то есть, для меня тогда это было прям, вау, какие-то люди комментируют, я их не знаю, типа, классненько. Ждешь видоса Зулина? Конечно, мистер Зулина, я жду обзор на Фаренгейт, конечно. Пять часов. Третья Сибирь, Зулин, где Сибирь? Чтобы сесть на три часа. Да, да, это мое любимое, это как выходной, знаешь, типа, есть чатик, ну, чатик Metal Music Madness в телеге, и там, ну, многие из нас тоже любят Зулина, тоже его всегда смотрели, и когда выходит видос у Зулина, там просто взрыв, такой, Зулин выпустил видос, и мы все такие, мы берем вкуснях и садимся вечером за компом, это прям праздник, да. Да, я тоже очень люблю, мне нравится, что у него все время увеличился, хронометраж. О, да, это для меня прям, многие ругают, ну, относительно, ну, в смысле, его уже не ругают, потому что все поняли, что с этим бесом вообще не справятся, типа, пусть он делает что угодно, как угодно, как он хочет, да, но мне прям, обзор на три часа, я, я не играю, я не играю, так мало, ну, типа, при том, что я не играю в игры сейчас, типа, практически, может быть, когда-нибудь с кем-нибудь в Дискорд, ну, то есть, нет такого, типа, опыта гейминга, но я смотрю трехчасовой обзор на игру, в которую никогда не буду играть, и ни хера не понимаю, что он говорит, вот это харизма. Вот есть он и Сурен. И кто? Сурен. Ну, чувак, короче, делает исторические ролики, он там выпустил про отряд, ну, 751, японский, про пытки, вот то, что делали японцы. Это интересно. Да, 4 часа, это, типа, самый минимальный, 7-часовый ролик там можно сделать. Слушай, это круто, спасибо. Это прям... И все такие, типа, как, ты должен вступить в себя, кто Сурен, это тоже. Отличнее, это звучит как то, что мне понравится, да. Так вот, и как появилось, вот, все вот это твое комьюнити, как оно начало обрастать? Ну, в целом, наверное, что, что для меня сейчас, ну, прикольно вспоминать этот момент, ну, то, что мы сейчас вспомнимаем, или первые выпуски, где все плохо, ну, света нет, камера почти что нет, но сейчас телефоны снимают гораздо лучше, чем от камеры, но нет микрофона, нет фона, обои, как бы, потом мне часто вспоминали, типа, давай выпуск на фоне обоев, то есть все было плохо, и было плохо, ну, типа, выпусков 7, пока я там задник хотя бы не сделал, но я тогда, то есть на первые где-то выпусков 5, была на ютубе такая тема, такая опция рекламы, то есть я покупал, я додумался, покупать рекламу на первые выпуски, где все херово, а реклама заключалась в том, что канал крупный, типа, я тогда помню, у Снейлкика заказывал, по-моему, у Мэдисона даже, и еще у кого-то, ну, типа, раза три я так сделал, канал со своего аккаунта, с аккаунта канала, ставит лайк твоему видосу, и это показывается, ну, если Мэдисон поставил лайк под моим видосом, когда человек заходил на канал Мэдисона, а тогда люди заходили на канал, а не просто в сабскрипшнс, типа, они видели мой видос, что типа Мэдисон лайкнуло, и они реально заходили смотреть, и это, то есть сейчас, мне кажется, типа, мне кажется, этим бы никто нахрен не занимался, бы, а тогда ты, условно говоря, это было, типа, ну, дешево, то есть это стоило, ну, я могу соврать, тысяча три, пять рублей, но приходило, учитывая то, что это первые выпуски, у меня без этих лайков было бы вот столько просмотров, ну, приходило тысяча три, четыре, типа, пять, и я тогда, типа, хренеть, ну, для меня это было бы вау, то есть поначалу я какой-то такой занимался, ну, очень чуть-чуть, вот, да, потом просто хреначил выпуски, я, ну, как-то я особо никогда, и по списку, по количеству моих подписчиков, это заметно, что я особо никогда не занимался каким-то продвижением, я просто делал выпуски, ну, периодически, наверное, закидывал в какие-то паблики музыкантские, ну, то есть если я там, ну, сделал выпуск про какую-то группу, и если в ВКонтакте есть паблик этой группы, я старался с админами договориться, чтобы они выложили, типа, от своего имени, но это часто было проблематично в том плане, что, ну, моя идея заключалась в том, чтобы андерграундные группы какие-то обозревать, пабликов нет, фан-базы, типа, нет, никто внутри комьюнити, которого нет, никак не пропиарит, поэтому, ну, я не помню, договаривался с какими-то другими метал-пабликами, там, какие-то кросс-посты делал, а так просто делал-делал-делал-делал выпуски, потихоньку, какая-то аудитория росла, когда я делал, впадала, естественно, когда я не делал, а у меня с регулярностью беды. Как-то так получилось, что, ну, я 10 лет этим занимаюсь, сейчас, в этом году, из-за всего происходящего заниматься как-то уже, ну, не хочется, ну, и, в принципе, для меня это нормально, что я могу год ничего не делать, а год делать, типа, последние лет 5 у меня примерно так происходит. Ну, вот бывали эти моменты, когда я много не делаю выпусков, ну, там, год, полгода, и много людей, ну, отток публики, естественно, происходит, но всегда были люди, которые, ну, всегда оставались, ну, это называется, ну, лояльная аудитория, которые пишут в комментариях, типа, знаешь, ты полгода не выпускаешь, они там могут написать, типа, чувак, там, где ты, как вообще дела, там, все в порядке, там, почему не выпускаешь, мы ждем, и не отписываются. Почему-то кто-то канал у себя в подписках, когда он ничего не выпускает, ну, как бы, мне абсолютно окей. И так получилось, что вот так как у меня аудитория вот такими волнами, сформировался такой небольшой, ну, костяк, ну, относительно небольшой, который вот всегда, который пришел, которому прям зашло это дело, и он остается, несмотря на регулярность, на еще там какие-то такие моменты, просто, ну, раз в год выпуск, ну, как у Зульна комьюнити. Мне в этом плане и комьюнити Зульна очень нравится, и я, так как это было для меня ориентиром прям с самого начала, я занимаюсь своим видеоблогом, смотрю, ну, у меня как у него, он ни хера не делает, я ни хера не делаю, типа, у него аудитория падает, у меня, значит, я все делаю правильно. И у меня как-то с этим было окей. Ну, и так сформировалось, что получилось вот такое локальное комьюнити, сейчас оно выросло в чат, в Телеграм, где, ну, где, в принципе, этот основной костяк, где там уже, знаешь, ну, буквально мы много, ну, большинство из нас, мы все лично друг друга знаем, мы часто встречаемся, когда кто-то, ну, все же из разных городов, кто-то проезжает в Москву или куда-то едет, типа, где есть другой, ну, участник комьюнити, мы стараемся как-то друг с другом видеться, как бы, и вот получились такое интернет комьюнити, которое стало, становится, и стало таким больше дружеским, и меня это абсолютно устраивает. А как это вот, когда ты такой, типа, вот, мне отписалось 100 человек, что же мне делать? Или тебе вообще никогда не было? Вот, вообще, типа, не знаю, ну, опять же, мне кажется, по деятельности видеоблога видно, что, как будто бы, мне похрен, типа, ну, у меня регулярности нет, нет каких-то, ну, у меня были какие-то моменты взаимодействия с другими блогерами, там, с Андреем Муши в огне, с Агнией Огонек, ну, какие-то такие, ну, это были периоды, когда мне прям, ну, почему-то такая, как сказать, фаза мании, когда я такой, типа, год херачу, и хочется что-то пробовать, типа, но не для того, чтобы там база подписчиков была, как бы, а просто, ну, какую-то движ намутить такой музыкальный, поэтому, когда кто-то отписывается, ну, не знаю, я не знаю, можно ли за этим следить, что кто-то отписывается, но я не вижу, я скорее вижу, что цифра, которую я достиг, несколько лет назад, она так и тусит на Ютубе до сих пор, ну, окей, стабильность, ну, а то, что вконтакте происходит, ну, там как-то вроде, ну, там видно, что плавает, ну, не знаю, правда, мне как-то окей, типа, абсолютно. Вот, ну, считай, у тебя на глазах вот росла вот эта музыкальная тусовочка русских ютуберов, там, типа, появились, ну, «Уши в одне», те же самые, «Рок Ньюз», «ФР-члено», ну, давай всех уже назовем там, и «Ярушин» появился, и Толис Володович даже в какой-то момент считал себя блогером, и вот вся вот эта тусовка расслабилась. Тебе казалось, что в какой-то момент, что, типа, это приростет, ну, во что-то нормальное, что у нас будет вот музыкальный блогинг, как вот в Штатах, что у нас свой появится, Энтони Фонтана? Честно, нет. То есть, ну, ну, я не думал, что будет какой-нибудь, ну, да, «Нидлдроп» свой. Ну, вот когда я увидел «Уши в огне», да, я подумал, кайф, чувак, типа, сечет, ну, прямо у него какая-то такая, видно, что он как-то вот смотрит, типа, что у него есть какая-то тактика, и он ее придерживается. По нему это прямо было сразу видно. Когда я, не знаю, помню, с «Рок Ньюз» познакомился в начале, ну, я посмотрел, ну, да, прикольно делает, будет классно, если он там что-то, типа, ну, во что-то это вырастет. Ну, не знаю, все равно это все, как-то, в принципе, на старте, ну, вот кроме вот, кроме Андрея, наверное, я сейчас оговорюсь немножко, что я очень мало смотрю музыкальных видеоблогеров, потому что, ну, какое-то время я старался, когда я еще что-то делал, и я вижу, что они появляются, я смотрю такой, ну, окей, я 200 тысяч раз уже про «Слепнот» слышал, как бы, спасибо, вот, и, как бы, я примерно понимаешь, о чем, типа, какой формат там будет, мне просто такой формат не очень интересен, а он как будто бы у нас, тоже могу сказать глупости, музыкальные видеоблогеры, которые, если это будут смотреть, они закидают, скажут, что вот у меня канал другой формат, и я про «Слепнот» ни разу не говорил, наверное, они есть, как бы, но мне как-то так попадалось, что все, оно, как будто много людей, ну, все одно и то же, как будто делают, вот, что там такой, чуть-чуть по-другому делает чувак. Да и классный. Да, Андрюх клевый. Он, типа, чуть-чуть по-другому делает, я такой, да, вот тут, окей, я послежу, как бы, будет классненько, и, в принципе, это даже как будто бы видно, то есть он, для меня, поменял из всего какой-то вектор, то есть, да, у него был сначала один, сейчас это все и выросло сильно, и темы поменялись, и темы поменялись, и видно, что не для того, чтобы, там, сказать про слепнот, чтобы сказать про слепнот, чтобы подписаться, он также делает вот эти вот обзоры, когда он понимает, что, ну, подписчиков не соберет, ну, просто ему хочется про это рассказать, и вот это мне очень нравится, как бы, вот такие музыкальные штуки, они вот, ну, такой, вайбец мне близок, поэтому, я не знаю, я надеюсь, что сейчас есть какие-то русские музыкальные блогеры, именно про музыку, как слушатели, скажем так, потому что музыкальные, как артисты, у нас же есть там, не знаю, нескучный саунд, какие-то именно как исполнительские блогеры, которые хороши, прям крутые, а именно вот как, ну, как вот МММ «Уши в огнячь», такой слушательского опыта, скажем так, видеоблогеры, как-то не встречал пока такого, чтобы так. Я просто позабавил, что когда они там организовали, я тебе просто расскажу, как я с ними соприкоснулся, они организовали тусовку там с Фредом, еще с кучей народа с Борщевым, там еще, ну, короче, создали музыкальный, музыкальный, типа, объединение, что они друг друга будут пиарить, типа, вот, тусовку, там был Rock News, еще кто-то был, там вот Андрея не было как раз, вот, и суть в том, что им предложили меня, ну, мой знакомый, типа, знал, что они делают это, и предложил меня, они сказали, ну, мы какого-то ноунейма не будем пиарить, а, типа, я такой, то есть вы будете в маленькой тусовке сами себя пиарить, ну, вот, типа, да, и опять же, вот, конечно, мне интересно, как бы, это мы просто, Саша, поговорим, типа, много ли у них интервьюеров музыкальных было в этой тусовке, типа, Брыщ, а, ну, да, ну, она, Оксана, ну, это Оксана, Оксана, не Оксана, Олеся, здесь прошу прощения, ну, вот она была, но вообще, интервьюеров музыкальных не так много, ты слышал еще есть, ну, ты слышал музлом не заработан, музлом не заработан там тоже не было, что интересно, в эту тусовку никого из нас не позвали, вот, а так вот были, ты слышал, живой звук, тынку где, я, музыковский сейчас есть, и есть Hangover, и они появились потом, ну, да, да, мы, типа, все существовали. Ну, все равно, все, что ты назвал, ну, не все когда-то знают, ну, типа, они разные форматы, как бы, то есть, опять же, так получилось, что никаких, там, ну, даже Hangover я как-то пробовал смотреть, но почему-то не мой как будто бы формат, формат твой мне залетел отлично, то есть, я очень люблю. это разные абсолютно, ну, для меня это разные, типа, вещи, и нет такого, что, типа, если у нас есть Hangover, то нам Александр Уэлш, типа, не нужен, нет, это просто разные вещи, типа, как бы, это кому-то хорошо, это кому-то хорошо, это вот, поэтому, ну, это странное было их решение, на мой взгляд. Ну, их право, я не, их песочек. да. А так у нас еще, я сразу добавлю, депрессона, обратите внимание, господа, ну, это чувак, который общается с рокерами, с рэперами, и у него сумасшедшие видео, там, типа, оператор может, ну, во время интервью просто начать руки снимать, или там, отвернуться вообще в другую сторону, что-то другое снимать, там, сумасшедший монтаж, но сами интервью там максимально крутые, я тоже тебе рекомендую. Окей, И те, кто будет тебя смотреть, гляньте, если вам подойдет такой формат. Вместе с вами посмотрим. Это максимально интересно, потому что, скажем так, это что-то новое, то есть, если я еще не против быть эпигоном Дудя, то там, там эпигон, я не знаю кого, он сам по себе существует. А, ну, это клево, когда человек открыл свой жанр собственный. Да, это класс. Да, причем он максимально классный. Вот, к чему я это все говорил. А, вот. И музыкальную тусовку, ты пытался как-то вот найти свое комьюнити именно вот среди ютюберов, чтобы вместе там, ну, знаешь, как двигаться, вместе тусить? Мне кажется, нет. У меня из опытов коммуникации, скорее, ну, то есть, да, мой ответ нет, потому что всегда как-то все происходило, то есть, я занимался просто тем, что мне нравится. Я говорю про группы, никому неизвестные, мы потом там, чуть-чуть в комментариях поговорим, потом еще выпуск сделал, и как бы этим, и этим занимался, и мне было абсолютно окей. То есть, я просто, мне нравится разговаривать про группы, то, о чем я тебе сказал. И, в принципе, меня это все устраивало. Периодически были какие-то моменты, то есть, когда вот мне Петерев, ну, из Rock News написал, когда он стартовал, и мы там что-то поколабили с ним, типа, ну, просто потому что, типа, молодой чувак, типа, типа, ну, да, окей, прикольно, как бы, поколабился, поколабился. Вот. С Андреем, не помню даже, как... Андрей, если ты будешь смотреть, напомни, как мы вообще познакомились, я не помню. Вот. Окей, типа, я что-то, я правда не помню. Вот. Ну, в общем, с ним, ну, какие-то у нас были какие-то совместные, ну, мы вроде как начали какое-то общение, то есть, не то чтобы масштабное, что-то такое. Вот. И, наверное, больше каких-то таких моментов не было. Да, то есть, мне абсолютно было окей вот заниматься своим, когда кто-то приходил и говорил, там, ну, давай что-нибудь там намутим, как бы, ну, да, окей, почему бы нет, это весело, интересно, наверное, будет. Но это такой уже немножко другой момент, когда мы тоже были в туре, Сан-Вальтер и в Риге, я на тот момент уже с Виталием Головановым как-то общался, не помню, по какому вопросу, а тот что-то написал ему, типа, я в Риге, типа, ты в Риге, давай куда-нибудь сходим, там, в Капри, поболтаем. Вот. И мы тогда с ним встретились, и что-то тоже достаточно основательно сидели, болтали с ним и с, ну, не новости. Это продюсер Брыщ. Голованов, ну, здесь хорошо, Брыщ, да, вот это вот все, и тогда у него еще был Брыщ, да, получается. Для тех, кто не знает. А, ну, да, да, да. Тут надо же объяснять. Да, окей, вот. И мы что-то сидели, достаточно долго болтали про, ну, про видеоблогинг вообще, что вообще можно делать, и как-то потом, уже после тура, как бы, вернулся, что-то продолжили болтать, ну, и он как бы со своего такого продюсерского, как бы, плеча своей продюсерской вышины, ну, посоветовал мне, типа, смотри, давай, как бы замутим, ну, хороший проект, типа, из МММ, из МММ, из МММ Меднесс, сделаем что-то такое покрупнее, типа, все такое, все реально, все круто, как бы, и Голованов потрясающий чувак, мне, ну, действительно, при личном общении, супер, вообще крутой, ну, и, когда смотришь, тоже крутой, ну, в общем, Голованов. Ну, мы еще с ним поговорили, и он такой, ну, слушай, конечно, сейчас такой период, надо не только про Underground рассказать, надо там топы поделать, я такой, топы, типа, топ-10 вокалистов, он такой, ну, я понимаю, ну, как бы, чуть-чуть поделаем, и закончим, я такой, я как-то сам, ну, в смысле, я не к тому, что я там, типа, как-то разошел с ним, ну, просто мы поговорили, я такой, наверное, я посижу в своем болотце, типа, потому что не очень хотелось, как бы, чем-то таким заниматься, не влетал в эту движуху, потому что там было чуть-чуть другое направление, 7 высказываний Кори Тейлора, 17 недоразумений с Кори Тейлором. Не, ну, я как-то не боялся, потому что я, ну, знал, что это абсолютно, типа, не мое, ну, прям, ну, я как, я всегда это смотрел, и такой, нет, это плохо, зачем? Почему 20-е видео, типа, я когда вижу в видео, типа, самый быстрый барабанщик в мире, не надо мне про Джои Джорнисона, с максимальным респектом, особенно как в группе с инсейном, вот, но я знаю в каждое нахер слово, которое будет сказано в этом видео, не, понятно, там все, наверное, стараются как-то поменять, но, типа, господи, даже превью одной тоже практически, название канала разное, типа, мне очень не хотелось, в общем, да, этим заниматься, был такой период, когда тоже я ради интереса, и мне работа тогда позволяла, я каждую неделю выпускал выпуски, там, ежемесячные, там, обзоры на какие-то русские группы, ну, короче, много всего, и я тогда, помню, выпустил пару выпусков, или один выпуск, ну, то есть, самые крупные группы, которые у меня были, это, по-моему, Bullet for my Valentine, они выпустили тот альбом, Lindemann, и, наверное, ну, еще может быть кто-то, опять же, я никогда не брал группы, которые, типа, просто, чтобы они были популярны, потому что у меня тогда зашли, что Bullet of альбом, что Lindemann, это, вау, реально круто, как бы, я про них рассказал, но в основное время, даже если мне что-то из крупных артистов, прям сильно крупных заходит, я особо, ну, все и так слышали, все и так, типа, знают, когда я уже в последнее время запустил немножко новый формат, когда я без сценария просто ставлю камеру и рассказываю про месячные релизы, которые, типа, вышли, которые там мне нравились, и я знаю, что просто можно много говорить, это выпуск на час, типа, смотреть будут все равно только те, кому просто интересно, там, посидеть, там, в моей компании. Я, наверное, уже там были какие-то релизы, может быть, там, ну, тоже разряда буллетов, какие-то альбомы, но вот в основной такой видеообложной деятельности, не, вот эти семь этих способов описываться от Кори Тейлора, типа. Каждый раз, когда ты вот находишь, например, группу, вот ты спотих условно открываешь, и такой, так, вот у этих чуваков 300 прослушиваний, они охуенно, расскажу про них, как это вот у тебя происходило. Ну, буквально это так иногда происходило, то есть, когда уже появился спотик, когда он пришел в Россию, того, как он ушел из России, а я находил некоторые группы благодаря Spotify, но в целом, как бы, ну, генерально опишем процесс, ну, вот как ты сказал, я слушаю группу, я такой, охренеть, мне очень нравится, как это звучит, я хочу рассказать об этом своему, там, комьюнити. Я, в принципе, не смотрю, как бы, на количество просмотров, ну, изначально, но потом, естественно, если начинаю готовиться, или там в процессе, пока там слушаю, мне интересно, я посмотрю, сколько у них альбомов, типа. Иногда по звучанию, в принципе, понятно, сколько у них прослушиваний, типа, знаешь, когда-то какой-нибудь суперлютый авангард, не самого высокого там качества продакшна, но все равно что-то есть, там, мне нравится, я такой, окей, все равно расскажу. То есть буквально, если мне нравится группа, я про нее рассказываю, но, а как это происходит? Это рандом там в Spotify, или, ну, часто просто там скроллю ленту в ВК, там, ну, там реально много релизов и прям, ну, андерграундных, ну, там, у меня вся лента в андерграундных релизах, ну, зависит от пабликов, на которые подписан, там, не знаю, мне может название понравится, мне может там нравиться обложка или теглайн какой-то, я там, ну, закидываю себя обычно пачками, там, соберется 10-20 релизов, потом я слушаю, блин, круто, что-то меня цепляет, как бы, если я вот слушаю релиз, и у меня в голове, я могу уже быстренько сформировать, ну, несколько предложений, типа, мне здесь нравятся, там, вот эти гармонии, они там какие-нибудь нестандартные, или там, вот это вот, там, звучание инструментов, там, фишечки сведения, у меня здесь набирается пару таких фраз, я такой, все, окей, я слушаю этот альбом несколько там раз, ну, просто слушаю, и уже вдумчиво, пока у меня в голове какой-то такой плашка сценария не набросается, и все, дальше уже, окей, записываю видос про них. И с русскими группами так же? С русскими, кстати, сложнее, потому что это моя, ну, мне кажется, большая это тоже проблема, ну, сейчас уже, я стараюсь, естественно, постарался поменять это все дело, но так получилось, так у меня как-то вот со временем все произошло, именно мой какой-то слушательский опыт, и мой способ взаимодействия с медиа, там, со социальными сетями, что просто мне попадались в основном зарубежные группы, не знаю, почему, и так было большую часть времени, именно вот, когда я делал МММ, там редко были русские группы, ну, то есть у меня была отдельная рубрика, где про русские, коллективы, ну, русские, там, украинские, белорусские, я рассказывал, вот, СНГ, условно говоря, вот, а в основном, в основных там номерных выпусках это все было, ну, 95% зарубежных команд, сейчас я уже иначе, то есть сейчас я, особенно в этих разговорных форматах, когда вот эти, часовые выпуски, когда я просто сижу и говорю про все, что мне понравилось, я много про русских исполнителей, но там уже и жанры новые пришли, не только металл, там, и пришел и не металл, и русские группы, сейчас как-то с этим стало попроще, кроме того момента, что я уже год не делаю выпуски. А популярность Блэка, и вот у нас как будто все это вот, вот этот пост-хардкор, вот этот весь, с ВВС, ВООН, Харибды там условными, вот, как будто у нас металл сцена, знаешь, как будто ожила вот после 14-го года условного. Вот я не очень про хардкор, там, ПХК сцену знаю про них, сейчас, естественно, наблюдаешь вот этот рост Блэка, где все делают, два одних и тех же близнеца во всех группах, и все окружающие люди, наверное, шутка, конечно, у нас реально много коллективов, я очень сильно люблю питерскую пост-блэк-метал сцену, прям, вау, там просто огромное количество, ну, исполнителей прям, и зачастую вот была эта ситуация, что, ну, сначала я начинал их слушать, потому что мне там советовали, типа, слушай, у нас тут такие крутые группы, послушай, я их начал слушать, а потом у меня уже в предложке начали приходить много групп, когда я уже слушаю, такой, круто, откуда Питер, типа, ну, такая история, ну, или Россия, я, по-моему, своего отношения, как-то я сильно рад, типа, это очень круто, как бы, у нас реально охрененный блэк, у нас потрясающе, вот, тоже, по-моему, ты в одном интервью как-то выкристаллизовал вот эту историю, что русская хтонь является очень полнородной почвой для блэка, это реально потрясающе, то есть, и мне очень сильно нравятся вот эти фишки, когда, ну, какой-нибудь black metal, когда там русское слово просто транслитом написано, и оно прям такое брутальное, типа, воевода, воевода, супруга просто, я такой, вот это там, не знаю, тайга там, очень круто, ну, не знаю, вот мне почему-то нравится это такое, какое-то веяние, и то, что это становится популярным за рубежом, ну, в принципе, по миру, очень классно, я очень рад, потому что у нас действительно много крутых музыкантов, охеренное количество. Как оказалось. Ну, да, они всегда есть, но вот как-то интересно понять, конечно, почему именно сейчас это все прошло, ну, произошло, но, но это очень классно, что оно, что оно произошло все-таки, наконец-то, ну, да, не, ну, black, ну, все-таки вот эта вот история, что он ассоциируется с, ну, Россия, типа, морозная, как же какие-то там, ну, не знаю, тайка, морозы, медведи страшные, которые разрывают людей, там, очень по-блэкерски это все, ну, это клюквы, конечно, сейчас говорю, не серьезно, но все равно есть же такое, ну, как мне кажется, представление о России, как о холодной, морозной, огромной стране, где ни хера нет полстраны, типа, только black metal звучит, типа, раскачистый такой, вот, ну, сложно представить, что у нас, типа, когда там 100 квадратных километров ничего не происходит, сложно представить джаз-группу там, типа, ну, у нас тоже есть много джазистов, а вот black metal, как кто-то вылезает из леса, страшный такой, в гриме, и вот это вот, трималирует свои струны, типа, это почему-то легко представляется, с такими привычными представлениями, представляется представление. Причем даже знаешь, куда надо поехать. Ну, да-да-да, типа, чем дальше вот от столицы, там, там, тем лучше было. Да, в Якутию едешь, или в Карелию. Да-да-да, там прям едешь, я помню, там свои зимние туры, там реально едешь, как бы мне не умереть, во-первых, на этой зимней дороге, типа, в лесах, где вообще ни хера, типа, нет, и когда вот эти, ну, реально-то и метель какая-нибудь, и редкие люди такие стоят, ну, не просто в лесу, на каких-то остановочках, типа, но все равно это как-то так, ну, дум метал еще может к этому подходить, вот, медленный, но русский, но black metal, тоже, мне кажется, очень подходит. А как появилась третья твоя деятельность? Это видеопродакшн? Моя видеопродакшн деятельность началась тоже благодаря видеоблогу, потому что тебе приходится много все дела снимать, монтировать, да, это дело один, как бы, и в процессе приходилось, ну, там, базово начинаешь пытаться понять, типа, как снимать, какие есть камеры, какие там фокусные расстояния, на что это вообще влияет, там, как свет поставить, чтобы ты выглядел хоть как-то, чтобы у тебя не было трех теней там сзади, вот, ну, естественно, очень долго ты все делаешь плохо, но как-то потихоньку какой-то небольшой навык появился, уже я заметил, что я именно монтирую там в премьере быстро, потом уже начал, ну, какие-то там заставочки себе рисовать, какие-то анимашку, типа, ну, в After Effects с ней познакомился, ну, появились какие-то базовые такие навыки, и я такой, может быть, попробуйте работу найти какую-то в этом направлении, и, в принципе, получилось найти там, ну, частично там было с видео, типа, связанное, снимать какие-то видосики, ну, окей, год-год там поработал, проскилловался, ну, когда уже практически какие-то задачи, не только там себя снять, нарезать, там немножко разные были, какие-то там анимашки там рекламные порисовать, еще что-то, ну, в общем, за год еще больше проскилловался, и потом в итоге перешел на уже полноценную, да, работу, где нужно именно снимать, монтировать. Собственно, я там сколько, шесть лет уже, типа, работаю, и, ну, пять, два, то есть работа, то есть не то, что не фриланс, скажем так, там не только фриланс, вот, то есть полноценно, все время, вот, перешел так плавненько к видеопродакшну, как музыка вокруг, и много людей, ну, вот в каких-то, ну, появляется знакомство, тоже благодаря блогу, какие-то знакомства появляются, появилось желание попробовать поснимать какие-нибудь клипы, лайв-видео, чей-чей-чей в этом духе нашел там единомышленников, и мы такой небольшой командой начали по музыкантским там тусовкам, ну, начиная с одной тусовки бара Клешня, в основном там Стоунер, вот, но мы, в общем, начали снимать очень много Стоунера, вот, ну, и как бы снимать, монтировать лайвы какие-то, ну, концертные лайвы, студийные лайвы, и что-то мне все понравилось, и до сих пор стараюсь вот снимать для своих групп, для каких-то не своих групп, вот, в общем, так мне, ну, как бы все равно связанная с музыкой такая деятельность для меня. А что сложнее, своей группе снять видео или чужой? Ну, так как у меня не очень большой, типа, опыт, ну, то есть клипов именно, немного было, а, ну, если в целом вообще видео, там, лайв какой-то, с чужой проще, с чужой ты заранее, когда обговариваешь, типа, ну, там, референсы какие-то, они, в принципе, когда это еще в основном люди приходят, ну, там, знакомые знакомых, там, что-нибудь в этом духе, они знают, как ты снимаешь, они, и, в принципе, к тебе приходят, потому что им нужно вот примерно такое, что они уже видели у тебя, а это значит то, что ты уже умеешь делать. И там кидают какой-то референс, и ты заранее с ними все это дело обговариваешь, ну, и как-то так подходишь, что заранее, ну, естественно, все точно знаешь, что там будет происходить. Когда для себя снимаешь, ты уже такой, типа, я дам волю пиздецу, такой, типа, пусть оно как-то идет, типа, ну, я, естественно, готовлюсь. В моменте, ты, ну, когда снимаешь кому-то, ты не позволяешь себе, так, чуваки, а давайте, у меня такая идея, сейчас мы такое попробуем, хер вам, сейчас объясню, но вот у меня идея, пришла, ну, как-то стараешься как-то так поспокойнее, поувереннее все делать, а когда себе снимаешь, такая идея пришла, ну, сейчас я что-нибудь буду мутить, как бы, и в итоге мутишь, либо слишком много всего, либо что-то не получается, либо намутишь такое, что на монтаже, такой, господи, это, конечно, круто, но как это все подружить, типа, вместе все, сложновато, хотя последний клип, который, кстати, сегодня вышел, мы снимали достаточно все, ну, как-то так, подготовлено, все точно знали, все очень классненько прошло. Финальный вопрос, начинается с того же вопроса, точнее, это финальная часть, типа, финале, это блок финальный начинается, а с сегодняшнего дня, плюс 20 лет, как ты это видишь для себя? Переходим к какой-то грустной части интервью. Сложно видеть. Сейчас такая ситуация, что как-то, вот, вообще не видать. Прям, ну, реально, реально сложно ответить, я как-то прям, прям не видать. Окей, это тоже ответ. После ответа Царева уже не страшно. Любой ответ уже не так сильно удивляет, он просто, когда у меня выбрал прям почту, из-под ног. А, ну, понимаю, да, помню. Хотя и всяческий рэпер тоже, я умру, я не даже в интернете, я такой, типа, блядь, что ли? 30, ему 10 лет было. Ты же, спрашиваешься через 20 лет. Ну да, ну да, ну ему 20, ну ладно, вырежу, это я. Да, ну, Ну, 20 с чем-то. Ну да, да, все окей. Все равно, нормально, нормально такой ход. Мне просто интересно, от чего ты сейчас вот кайфуешь, вот именно от съемок видео, от блогинга, ну, хотя ты не делаешь год по причинам, которые ты уже озвучил выше, или от музыки, что вот драйвит тебя? Такой сейчас, да, период, когда, ну, так все это, все происходит, сложно найти, на самом деле, что-то, что прям драйвит. Наверное, блин, сейчас, сейчас, секундочку, я пытаюсь вспомнить что-то, что такое, что драйвило. Не, наверное, в моменте достаточно равноценно, вот, что ты, там, я не знаю, вот, момент, когда у тебя какой-нибудь выезд, типа, не московский концерт, а ты утром, где-нибудь, ранним утром встречаешься со своей группой где-нибудь на вокзале, типа, сонный, уставший, как бы, и вот едешь куда-то, практически в неизвестность, как бы, вот, ну, ну, для небольшой группы это, считай, неизвестность, один концерт выездной какой-нибудь, типа, какой-то клуб, где-то там, ты там впервые, вот, группы, может быть, ты там никого из них не знаешь, но вот этот момент, вот, в начале дня, ты знаешь, что вот сутки ближайшие вся твоя задача связана с этим концертом, и даже в эту задачу входит, там, попить пиво после концерта, это тоже входит в свою задачу, и, там, покушать вкусненько перед концертом, и доехать, там, на поезде, там, найти свою квартиру, как бы все задачи такие, даже простые, они связаны именно с музыкой, как будто бы, вот, и вот этот момент утром, вот этого осознания, суток вперед, мне нравится, или, собственно, вот, когда вот, также мы снимали этот клип для Hyper-ROM, который сегодня вышел, когда ты заходишь, тоже, ну, ночные съемки у нас были, когда там в 10 вечера заходишь, или даже, наверное, не так, когда ты, хоть съемки были ночные, но там утром, ты выезжаешь из дома и едешь забирать став там в ренту куда-нибудь, там, доснимать какие-то пресс-шоты, там, ну, собирать все это дело, потом у тебя 7-часовая, там, съемочная смена, там, клипа, потом ты все это дело будешь развозить, как бы, ну, примерно такая же история, как в начале дня, ты понимаешь, что сутки, ты так постарался все подстроить, чтобы тебя вообще ничего не отвлекало от этого, чтобы вот чисто одна задача, тоже связанная с музыкой, связанная с приятными, интересными людьми, так, мне сейчас повезло, играю, да, в группы, где потрясающие люди, вот, и вот это вот ощущение, что хотя бы одни сутки, хотя бы одни сутки сейчас будут хорошие и такие приятные, в этот момент ты думаешь, сутки будет хорошо, вот, и это момент, прям, наверное, самое такое позитивное ощущение. Ты частично ответил на этот вопрос, но, давай так, худший и лучший день тебя, твой как, выбери в любой деятельности. Интересно, интересно. Сейчас. Я, наверное, про лучший день скажу. тут их, ну, тоже не то, чтобы, ну, как бы, нет такого, что это один день, прям, супер хороший. Было несколько дней, которые я прям, запомнил, наверное, первое, что всплывает в голову, когда мы поехали с Сан-Вальтер в первый европейский тур, и когда мы пересекли, ну, тоже, ну, так классненько ехали, ну, то есть у нас брали бус в аренду, едут, по-моему, только участники группы, и ты пересекаешь границу, и вот примерно такая же история, то есть, но уже не сутки, а две недели, ты знаешь, что две недели тебе ничего не колышет, ты в туре в Европе, как бы, ездишь, и все твои задачи, даже вот то, о чем я говорил, там, поспать, там, поесть, еще что-то, это все на благо хорошего тура, как бы, и ты стараешься справиться с этой задачей, поспать, поездить на бусе, вот, ну, вот это вот ощущение, что вот впереди, точный промежуток времени, который вряд ли что-то испортит, вот, и, ну, никакие сложности, ничего такого, ну, вот какие-то такие моменты, или какие-то крупные концерты, там, когда, не знаю, с Мэйти на FIFA Fan Fest играл впервые, когда, не знаю, сколько там, 50 тысяч человек перед тобой, ты выходишь на сцену, и ты просто, и голову сносит напрочь, тоже, так, расскажу, микроисторию, почему-то именно этот момент мне запомнился, на том же FIFA Fan Fest, как-то, я прям почувствовался в потоке, что называется, прям, очень все было классненько, я почувствовал, что именно вот самый трушный музыкальный движ тогда происходил, потому что мы играли, по-моему, всего три песни, и одна из песенов была в фит с группой 25-17, и мы на момент, когда выходили на сцену, все музыканты пришли, но Бледный не пришел, еще, просто не приехал на тот момент, мы уже выходили, ну, он тоже там, оба вокалисты 25-17 играли, и я что-то, я из металла пришел, еще не понимаю, что происходит вокруг, какие-то артисты крупные, там, рэперы, толпа, вот, и я просто начинаю играть, а, ну, и Мэти говорит, типа, Бледный будет, не будет, посмотрим, типа, у нас всего три песни, на что мы посмотрим, что произойдет за 10 минут, типа, и мы играем, третья песня, собственно, вот, племя, который фит, и начинается буквально, собственно, парт Бледного, он выходит из-за кулис, я его вижу впервые, ну, во второй раз в жизни, но на этом мероприятии впервые, как бы, то есть он приехал, тут же заходит на сцену, и читает свой парт, и я, ну, зал ревет, конечно, ревит, ревет, кричит, короче, то есть все очень, ну, радуются его появлению, а я просто понимаю, что вот это люди устраивают, движ просто, нихрена непонятно, как все работает, но все очень круто работает, и вот прям в этот момент, когда я играл, я его увидел, такой, да, все сработало, круто, вот, ну, какие-то такие, типа, моментики, самый плохой день, мне кажется, он еще не произошел, наверное, нет, самый плохой день для меня, сейчас, это уже скорее не музыкальская, а блогерская деятельность, я ненавижу войну, которая сейчас происходит, потому что был очень, ну, мы вынуждены с частью нашего комьюнити, ну, немножко разойтись, просто, не то, чтобы мы плохо друг к другу относимся, ну, условно говоря, русская и украинская часть нашего комьюнити, просто, чтобы, ну, как бы, ну, их мотивация, они должны быть, ну, полностью там, своим народом, с тем, что там происходит, как бы, им сложно быть, ну, частью, такой небольшой частью, именно там, русского видеоблога, вот, поэтому мы как-то просто, ну, чуть-чуть дистанцировались, и все веселые, как бы, наши тусинги, ты знаешь, типа, переписки, они немножко ушли, и это было очень больно, ну, это с этим, это прям, как бы, казалось, что вот это у меня осталось, ну, типа, на тот момент, там, в начале года, вот, есть оно, есть это комьюнити, мне очень нравится, и в этом году еще 10 лет было, когда мы планировали, ну, собственно, отметить десятилетие, мы встречались всеми, ну, кто смог уже приехать, и только из нашей страны получается, ну, в начале года я думал, что вот так будет круто, 10 лет видеоблогу, я 10 лет этой херней занимаюсь, типа, надо встретиться со всеми, впервые с украинской частью комьюнити, и так произошло, что вот в один момент мы чуточку разошлись, я уверен, мы, ну, сойдемся, все в порядке, мы общаемся, как бы, просто там, чуть реже, но все равно не так, как было раньше, и, а это было очень важно для меня, поэтому это видеоблогинге, а часть музыкальной деятельности был такой худший день. Я тут посмотрел интервью Познера с Лимоновым, я понимаю, я тут у меня свои дьюти-плэжа, ну, я плюс хочу расти, как интервьюер, мне же надо тренироваться, и я там увидел вопрос, мне сказали, что так лучше не задавать, но я задаю вот его с такой формулировкой, потому что, ну, типа, у Познера посмотрел, украл вопрос, вот так все, мне сказали убрать это все, но я оставляю пока. Эдуард, вы сказали такую фразу однажды, и мне понравилось, это как крутой вопрос звучит, и Познеру это понравилось, и Лимонову это тоже понравилось, это всем понравилось, в итоге я это взял в себе теперь, на вооружение, буду всех спрашивать, слишком глина подводка, надо ее сокращать. Ну, нормально, мне нравится. Вот, и там был такой вопрос, однажды вы сказали, в жизни каждого человека есть моменты, которые он хотел бы забыть, есть ли у тебя такие моменты? Конечно. Ну, да, да, есть, мне кажется, много какой-то херни делал, ну, когда-то она, может быть, безобидной, просто глупой, просто банальные глупости какие-то, которые говорили или делали, типа, хотим забыть, которые, как бы, хорошо бы помнить, чтобы опыт, типа, был, ну, ты, типа, три раза так зафейлился, типа, давайте два забудем, один оставим для опыта, ну, что-то в этом духе, не, ну, есть, конечно, какие-то, ну, не очень приятные моменты, ну, какие-то безобидные, может быть, какие-то не очень безобидные, но забыть, ну, во-первых, я бы хотел, чтобы их не происходило, как бы, с этой точки зрения забыть, а сейчас, ну, я в процессе ответа начал немножко менять свое отношение, хороший вопрос, вот, да, может быть, забывать ты не надо, потому что так забудешь, а потом еще раз, и зафейлился еще раз, а этого совсем не хочется, поэтому, да, забывать, ну, может быть, какие-нибудь просто глупости мелкие, которые мешают, знаешь, заснуть иногда, вот это вот мемное, типа, а помнишь в школе, ты сказал, типа, вот эта вот история, там можно забыть, а какие-то большие ошибки, да, я их, наверное, совершал, но забывать их, наверное, не стоит. Твой любимый пейзаж? Горы Грузии. Обожаю Грузию. Просто. Был пару раз, и это, ну, почему-то это очень сильно отложилось, ну, то есть я помню, крутые даже в туре пейзажи, мы там много всякого насмотрели, я уверен, много форматов пейзажа я еще не видел, но, типа, горы в Грузии, вау, почему-то там, ну, как бы везде горы крутые, но там, ты знаешь, сейчас пойдешь есть янкали, вот, ну, там просто вся атмосфера располагает к тому, чтобы ты посмотрел на окружающие, и вот из тебя это все как-то выходило очень позитивно. Так как ты играл с большими артистами, играл, и играешь в маленьких группах, где высказывание звучит громче? Ну, просто есть фраза, что в маленьких клубах любое высказывание, оно звучит гораздо громче, чем на большом стадионе. Интересный момент, я редко именно был связан с какими-то прям высказываниями, ну, и крупность артистов, с которыми я играл, тоже, ну, такая, типа, что там, Мэйти, Диджи Мортал, самые такие крупные, наверное, с которыми я играл, вот, ну, не знаю, ну, мне кажется, вот, как раз, ну, уровня Мэйти, наверное, ну, как раз там еще какие-то такие высказывания чувствуются, там, мне кажется, вот, оно максимально сильно, то есть, еще не уровень начальных групп, которые там, ну, небольшие клубы, клубы, и не уровень суперстадионных групп, но суперлокальное и такое очень хорошо как будто бы сформированное комьюнити, то есть, небольшой клуб, там, знаешь, 200 человек, но все, каждый, точно свои чуваки, и ты в высказывании это говоришь, и так как все свои, как будто бы все его, ну, повторяют между собой, разделяют и приумножают между собой, возможно, на больших стадионах оно может немножко разбиться об пьяные тела, на которые пришли просто поугарать, и это высказывание немножко сложнее его заложить в голову, там, естественно, тоже, ну, огромное количество очень лояльных артисту публики, но именно такой коэффициент полезного действия, скажем так, именно вот в таких средних клубах, типа, 200 человек с локальной такой тусой. Финальный вопрос? Ты на своем месте, ты счастлив? Можешь коротко, можешь развернуто. Хорошо. Нет и нет, потому что, ну, я немножко, да, раскрою, ну, вроде, ну, в целом, как будто бы, в целом, генерально все окей, но когда, вот это вот вся происходит история, о которой я говорил, когда близкие люди не могут встречаться, когда близкие люди страдают, когда близкие люди несчастливы, я не могу эту ситуацию назвать, я счастлив, я на своем месте, просто, ну, типа, язык не поворачивается, даже если бы я там играл, даже если бы я играл в группе, там, мечты, и, я не знаю, и, и жил аж в двухкомнатной квартире, это было бы, ну, типа, я бы, это личная мечта, да, я бы все равно, ну, типа, не мог бы так сказать просто, вот, ну, из-за этой ситуации, когда я чувствую, что близким людям не очень. Спасибо, что пришел. Спасибо тебе, что позвал. Было суперинтересно. Субтитры подогнал «Симон»